Наш следующий выступающий Александр Геннадьевич Дюмин, губернатор Тульской области. Олег Валентинович, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые наши железнодорожники. Прежде всего хочу поблагодарить руководство компании за приглашение принять участие в вашем съезде. Для меня это действительно большая честь и мне очень приятно находиться сегодня вместе в этом замечательном зале вместе с вами. С теми людьми, от которых зависят не только отдельно взятые регионы, но и жизнедеятельность всей нашей большой мощной страны. Российские железные дороги вносят существенный вклад в развитие Тульской области, как одного из крупнейших промышленных центров. Как стратегический партнер РЖД играет важную роль в экономике региона. Являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в региональные и местные бюджеты налоговых отчислений. Так, за прошлый год объем налоговых поступлений от компании РЖД составил более 626 миллионов рублей. А по прогнозу 2017 года эта сумма составит 700 миллионов рублей. Большое внимание компании уделяют развитию железнодорожной инфраструктуры в нашем регионе. Обеспечивают доставку грузов для нужд крупнейших предприятий Тульской области. Это такие, как Тула-Чермет, Косогорский металлургический комбинат, НАК-Азот. Ну и, конечно же, вы все прекрасно понимаете, столица оружия российского, это город Тула. У нас порядка 20% оборонного промышленного комплекса сосредоточено в нашем регионе. И, конечно же, это и эти предприятия тоже. В организации пассажирских перевозок компании РЖД проводится большая работа по повышению комфортности и скорости движения поездов. В прошлом году центральная пассажирская перевозочная компания запустила по маршруту Москва-Тула-Москва новые комфортабельные скоростные поезда. В этом году проведена реконструкция московского вокзала Тулы. Здесь для удобства пассажиров были обновлены информационные системы. Установлены современные табло, с помощью которых можно узнать о движении поездов. Также на вокзале проводятся работы по адаптации маломобильных групп населения. На самом деле для нас это очень важно. Совместно с РЖД мы запланировали реализацию масштабного проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Тула. Она станет первым участком важнейшей транспортной архитерии Москва-Ростов-на-Дону, Адлер. Запуск этой магистрали позволит значительно изменить социально-экономический ландшафт всех регионов, через которые он будет проходить. Ну а Тула в числе первых. И нам это очень приятно. Проект стратегический, проект очень серьезный, очень важный. И, конечно, сейчас на уровне всех федеральных ведомств, заинтересованных, личного председателя правительства, президента, над этим проводится большая работа. На примере Тульской области хочу отметить, что помимо экономической и транспортной составляющей, РЖД активно участвует в реализации социальной жизни нашего региона. Так, российские железные дороги безвозмездно передали в собственность Тульской области ряд социально значимых и очень важных для нашего региона объектов. В их числе два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, дворец культуры железнодорожников, здание амбулатории на одной из станций РЖД. В следующем году области будет передан еще один детский сад. Олег Валентинович находится сегодня в этом зале, и по его взгляду я понимаю, что это будет сделано. Пользуясь этой площадкой, хочу поблагодарить вас лично, Олег Валентинович, всю вашу команду за ту помощь и содействие, которое вы оказываете нашему региону Тульской области. Хочу также обратить внимание на то, что в Тульской области находится больница РЖД, больница со своей историей, которую мы вместе с Олегом Валентиновичем совсем недавно поздравляли. Поздравляли эту больницу, поздравляли ее работников, больница со своей историей, с большой историей, и больнице исполнилось 150 лет. В ней, помимо работников компании, обслуживаются более 15 тысяч жителей города Тулы. Тульская область – регион с богатым культурно-историческим наследием, и для нас важно, что компания РЖД активно участвует в сохранении культурного наследия, культурных ценностей нашей области, достояния России. Наш регион единственный, подчеркиваю это слово, и мне это очень приятно, с глубоким уважением отношусь к коллегам-губернаторам, но наш регион единственный, где действуют и созданы музейные комплексы на действующих железнодорожных станциях. Сегодня их уже 13. Традиция превращать станции в музеи началась с Ясной Поляны, усадьбы известного писателя Льва Толстого, который в свое время приезжал на эту станцию, встречал гостей, провожал гостей, ну и часто просто там прогуливался. И тот поток наших туристов начинается не с Ясной Поляны, с изюминки Тульской области, а именно с РЖД станции, где уже начинается обзор на экскурсии. Ясная Поляна дорога каждому толику, является точкой притяжения туристов, не только России, но и большое количество туристов из-за рубежа, и для нас, конечно, это тоже очень важно. РЖД наш надежный партнер в раздействии туристического направления. Уже сейчас мы разрабатываем уникальные железнодорожные маршруты и в первую очередь для наших детей, к самым разным достопримечательностям нашего региона, а у нас их достаточно много. Уверен, они станут достойной альтернативой, и мы над этим работаем автомобильному транспорту. Мы с глубоким уважением относимся к героической истории нашей области и стараемся ее сохранить и приумножить по всем направлениям. В рамках этой работы в 2015 году на вечную стоянку на станции Тула-1 установлен бронепоезд «Туляк», который принимал и сыграл важную роль в героической обороне Тулы в годы Великой Отечественной войны. Но вы все прекрасно понимаете, что в 1941, в том далеком году, Тула стала стеной и не пустила армию Гудриана к столице нашей Родины. Сегодня он пользуется большой популярностью в рамках региональных и федеральных туристических маршрутов, особенно по программе школьников. Уважаемый Олег Валентинович, уважаемые коллеги, мы дорожим и ценим этот уровень взаимопонимания, которое сформировалось с нашим непосредственным участием. Но, однако, хочу заметить, что соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заканчивается в 2018 году. Поэтому для обеспечения успешного взаимодействия в будущем, Олег Валентинович, считаю целесообразным его продолжить и подписать заново. В заключении подчеркну, что взаимодействие региона с РЖД компанией – это достойный пример эффективного социального партнерства, о чем сегодня мы с вами здесь говорим. Спасибо вам большое еще раз за труд, за ваши профессиональные качества, за то, что вы делаете, что вы обеспечиваете не только комфорт, но в первую очередь безопасность наших пассажиров, наших граждан. Спасибо вам большое за все за это и добро пожаловать в Тульскую область.